Значит, начнется следующее, связи с Полоцком. Так как временной подготовки конференции было немного, вот я задумался, какую тему избрать. И давно планировал что-то написать про медития Смотлицкого. И он действительно, как уже было сказано, в 1620 году был рукопоможен в архиепископа Полоцкого, епископа Витебского и Вячеславского. Но, как, наверное, вы знаете, он не смог приехать в Полоцк, ну, по крайней мере, обосноваться в этом городе, потому что здесь был Есапат Кунцевич, униатский архиепископ, его поддерживали власти. Есапат Кунцевич на, так скажем, нелегальную, как ему казалось, деятельность архиепископа Милетия жаловался и Льву Сапеге, и униатскому митрополиту. Вот, и вызывали на суд Милетия Смотлицкого. И известно, что Милетия Смотлицкий своих людей, монахов или светских лиц, одетых в монашеские одежды, это отмечается в историографии, они приезжали и на территории Полоцкой епархии, так скажем, сообщали горожанам его послания. И в том числе в историографии отмечают, что симпатии палачан были на стороне православного Милетия. Значит, что касается его восприятия наследия Византии, вообще, коллеги, я вам так скажу, что восприятие наследия Византии, по крайней мере, в восточнославянском дискурсе, применительно к позднему Средневековью, раннему Новому времени, это очень актуальная тема. Могу с актуальными разговорами обосновать это. И обычно принято делать акцент на московское государство, но источники показывают, что наследие Византии, восприятие византийской истории или роли греческой церкви, или более широко восточной православной церкви в жизни русских земель, восточнославянских земель, всегда подчеркивалось уже применительно к леникам пняж, что Литовская речь посполита. И особый интерес к наследию Византии, его осмыслению, где-то наоборот критический подход к этому, связан с обсуждением полемика вокруг Брестской церковной унии 1596 года. И одним из ярких как раз-таки представителей этой полемики является заслуженный Милетис Матрицкий. Я, к сожалению, в силу ограниченности времени, где-то, может быть, своих способностей интеллектуальных, не смог охватить все наследие. Но, в принципе, разбираясь неплохо в историографии и большую часть проанализировав его прудов, могу некоторые вещи сказать практически с уверенностью, а где-то и с полной уверенностью. Вот его отношение к наследию Византии. Две таких точки, которые мы должны с вами, я так считаю, учитывать его по отношению к наследию Византии. Первый — это его конфессиональная принадлежность. То есть его биографию можно разделять на два периода. Это православный период и униатский период. Когда этот переход произошел, есть разные точки зрения, по крайней мере, самая обоснованная точка зрения — это 6 июля 1627 года, когда он письменно подтверждает власть над собой Папа Римского. Он связывается с униатами и связывает всю свою жизнь с германским монастырем и так далее. И первый его период — это как раз-таки православный. Полемистом он стал тоже не сразу, еще до принятия монашества. Самое ранее известное его сочинение — «Антиграфия». Ну, просто не так привык произносить, там, удаление на последний слог. В основном он писал на польском языке, хотя я сделал акцент на два сочинения. Прежде всего, это «Антиграфия» и второе — «Апология моего странства на Восток». Некоторые переводчики, переводя на русский язык, указывают его путешествие или паломничество восточных странах. Есть разные, так скажем, подходы к этому, но сути это не меняет. И как раз-таки совершенное им путешествие на Восток, о чем коллега уже говорил, тоже повлияло на его осмысление наследия Византии. Но, дорогие коллеги, нужно учитывать, что он как человек, яркий полемист, очень сложно отделить вот эти интересы конкретного дня, конкретной конъюнктуры, политической и церковной, отделить от его устойчивого мировоззрения. То есть он как полемист мог изворачиваться, интерпретировать наследие Византии по-разному. Но как на самом деле, на глубине своей души он это все воспринимал, очень сложно об этом говорить. Но, по крайней мере, мы можем констатировать, что наследие Византии занимало очень важную роль в его мировоззрении. Это точно. И второе, что наследие Византии, осмысление византийской истории, греческой церкви в отношении русских земель, занимали, так скажем, являлись важным инструментом его полемической деятельности. Значит, как он менял свое отношение к наследию Византии? Следует, коллеги, отметить, вот есть такая ошибочная точка зрения, присутствует в историографии, что унияты, они отвергали наследие Византии, это православное наследие, наш путь теперь вместе с католиками, с латинянами по-разному их называли, с папой римским. Это мы все отвергаем, там Лев Кребзе на него иногда тоже ссылаются, в этом отношении. Но на самом деле это очень спорный вопрос, унияты полностью не оказывались, даже если мы посмотрим на декларацию, провозглашающую Брестскую церковную унию, там тоже они не отрекаются от наследия Византии, по крайней мере, от церковного наследия, вот есть и государственное, да, имперское наследие. Но они его интерпретируют в рамках, в русле единства с папой римским. И вот некоторые примеры, я не смогу все охватить, почитайте в докладе, если будет желание. Вот. И, допустим, уже упоминали Иерусалимского патриарха Феофана, третьего, он был греком по происхождению, он рукополагает Милетия, и если в православный период Милетия заявляет, что священников не хватало, собственных русских священников, что Феофан, посвящая новых русских епископов, митрополита, сделал очень хорошее дело. Но, переходя в Вуню, совершив путешествие на Восток, увидев вот это вот несоответствие между византийской великой историей, великой восточной церковью, с ее вселенскими соборами и так далее, и так далее, полное несоответствие с той действительностью, в которой пребывали греки, находясь под властью турок, османов, начиная с 1453 года, когда они захватили Константинополь, ну и другие земли ранее, или тогда входивших в став в Византийский империи. И став униатов, униатам Милетии подчеркивает, что, в принципе, епископов русских могло и не быть, приходили епископы с Востока, они рукополагали и священников, и острой необходимости не было. Второй пример касается Флорентийского собора. В православный период он интерпретировал это событие как отрицательное, то есть он считал, что Флорентийский собор, уния между католиками и православными на ней состоялась, а затем мы видим, что еще до официального перехода в униатство у него точка зрения меняется, хотя, как мне кажется, он вольно или невольно, может, в своих интересах проговорился, сделал такую оговорку, даже уже переходя в униатство, что на самом деле Русь не признала Флорентийскую унию, он отмечал, что митрополит Киевский Сидор, всем известный, его не приняли на Руси как своего епископа. А затем уже основа, так скажем, став униатским полемистом, он начал уже занимать более крайнюю позицию, отмечал, что Флорентийский собор, он закончился мирно, успешно, греки, греки и православные католики, они были довольны результатами, они объединились, ну а потом уже турецкий фактор помешал этому объединению церквон, что турки видели в объединении католиков и православных заговоров против своего государства. Он, в том числе, в чем еще такая вот, в чем изменение его взгляда в наследие Византии. Допустим, в православный период он отмечал роль византийских императоров в проведении Вселенских соборов, одобрительно, значит, к этому относился Ставфуниатов, он уже на это смотрит иначе, он отмечает, что на всех Вселенских соборах председательство Репапы Римские, прежде всего, через своих легатов, а задача византийских императоров было просто помогать епископам, даже он говорил о том, что они обязаны помогать, обеспечивать материально, в том числе Ставфуниатом, Милетий выступал против в описании Флорентийского собора, которое принадлежит к лирику Астрожскому, одному из полемистов православных, и он отмечает, что клирик Астрожский, пользуясь своим авторитетом среди русского народа, преднамеренно лгал, он отмечал, что на Флорентийском соборе греков били, русских били, кто-то сбежал, Константинопольского патриарха Иосифа, убили, мертвой рукой его подписали, унию и так далее. А он приводит такой вполне здравый аргумент, вполне здравый аргумент о том, что, ну, как можно себе разумному человеку представить, что император, византийский император, Иоанн VIII, значит, сам лично присутствует на соборе, с ним еще приехали епископы, его брат-деспот греческий и так далее, и так далее, как он мог допустить такое насилие. И что интересно, он, когда его вот этот парафраз, пересказывание Кливерика Астрожского очень близко к оригиналу. Это хорошо для него, да, прежде всего, как полемиста, хорошее качество. Но в то же время мы видим, когда он рассмысляет наследие византии, он где-то допускает ошибки, уже перейдя в Гунио, убедившись, что мирным путем православных и гуниатов объединить не получится, он известно, что начинает занимать такие радикальные позиции, что можно и насилие использовать в этом отношении. И тоже обращается к византийской истории, да, напоминает императора Гонори, его супругу Феодору, но если мы даже так поверхностно посмотрим, у императора уже на самом деле не восточно-западно-реписто, в Византийской империи сына Кеодосия Великого, императора Византийского, не было жены с таким именем. То есть он где-то допускал ошибки, например, тот же Флорентийский соборок, он датировал около 200 лет тому назад, точно не датировал, при этом, надо уже потихоньку завершать, все не успею сказать, и будучи православным, и униатом, подчеркивал, что Константинопольский патриарх, то есть Византийская империя как таковая в целом, они действительно крестили Русь, Русь от них приняла христианскую веру, он это фактически не оспаривал, только делал некоторые уже другие акценты, например, будучи уже униатом, отмечал, что киевские митрополиты, да, практически, ну можно сказать, всегда рукополагались от Константинопольских патриархов, но были исключения, кстати, в православном периоде в своем полемическом творчестве он таких оговорок распускал, и понятно почему. Так, значит, в целом, если делать вывод, то можно сказать, что конфессиональный фактор играл важную роль в его восприятии наследия Византии, но не всегда определяющую, то есть мы видим некоторые такие общие точки осмысления, которые свойственны и для православного периода его жизни, и для униатского. Да, и часто вот восприятие его наследия Византии, оно было предопределено тем положением вещей, которое его окружало, то есть он не будучи современником существования Византийской империи, понятно, что он ее воспринял на уровне чужих рассказов, пересказов и так далее, но при этом он даже будучи униатом пытался совместить униатство с наследием Византии, он, например, отмечает, что вот наши предки это Русь, что наши родители по духу греки, то есть византийцы, можно так по терминологии современной говорить, а уже при этом подчеркивают, что римляне, то есть католики, это братья наши по духу, то есть он пытается совместить, казалось бы, несовместимое, но опять-таки его восприятие наследия Византии нужно рассматривать с точки зрения его личного кризиса, у него действительно такая была внутренняя борьба, но, наверное, я завершаю, чтобы не задерживать ваше внимание и время. Какую терминологию он использовал? Греческое царство, Ромейское царство, Вселенские цари и патриархи, и можно ли выделить динамику, менялась ли терминология от православных, университетов? Да, значит, судить на 100% не буду, именно как менялась терминология зависимости от принадлежности, насколько я понимаю, она практически не менялась, термины Вселенские, допустим, патриарх в отношении того же Еремии и так далее, который приезжал на Русь, этот термин он использовал, греки использовал, понятно, византийцы, это вообще не распространено было в Восточно-Стуреанском дискурсе слова, а это изобретение уже гуманистов западноевропейских, он использовал царьградский, то есть он, ну, в основном, да, часто царьградский использовал еще на старый манер, хотя царьграда фактически, ну, в политическом хотя бы смысле уже не существовало к тому моменту, так, ну, что я еще упустил, может быть, вы хотя не успеете. И у меня другой вопрос. В рамках вашей постановки вопроса о значении наследия византии для Милетия-Сматридского и других интеллектуалов, скажем так, 16-18 века, было бы интересно посмотреть, может быть, в наследии Милетия-Сматридского видны какие-то важные для него базовые тексты, может быть, исторические хроники, церковно-юридические сочинения, какие-то послания, вот он брал из византийской традиции, вот, есть какой-то такой пул текстов важных для него, которые послует именно Микрусильник с православия вообще от византии? Спасибо за вопрос, вопрос хороший, я готов на него ответить. Если мы говорим про церковную, письменную традицию, про святых отцов церкви, они тесно связаны вольно или невольно с византийской историей, то он на них ссылался и в православный период, он их признавал, вот этих святых, да, и почитал и в уняцкий период, то есть он, на самом деле, даже в той же апологии путешествия он отмечал, что я борюсь как униат не с святоатическим наследием, да, но я пересказываю, а с теми богословами в кавычках, да, там, Клири Кострольский, Христофор Филолет и так далее, которые не шли на унию с католиками и он считал заражены или увлечены протестантизмом. То есть фактически святоатическое наследие он применял и в тот, и в тот период. А что касается уже не древних отцов церкви, он в том числе для обоснования мирного и успешного окончания Флорентийского собора ссылается на ряд поздневизантийских авторов. На самом деле тут надо критически подойти, всегда неуместно, но опять-таки мы видим здесь противоречие. Если в православный период он отмечал, что Геннадий из Халария, это патриарх Константинопольский Первый, который уже правил, ну, занимал патриаршу кафедру во время правления турецкого султана, уже подласть у турков, он отмечал, что приписывая ему пропунианские рассуждения в Халарийском соборе, они принадлежат другому лицу, это ложный, ну, подложный документ, на самом деле Геннадий просто не мог об этом писать, и он приводит аргументы. А став миниатом, он на него ссылается как на человека, писателя, который положительно характеризовал Флорентийский собор. И ссылается на там, халкокандилы и так далее, и так далее. В общем, там список есть, есть над чем работать. У нас есть? Да? Да, пожалуйста. Я хотел только уже прокомментировать диагрузный деклар. Вы скорее поговорили про безответственность вашего, можете смотреть, да, правильно было сказано, что на всем то, что христианство было принято на Руси с Византии. Я тут, я шел с управцем оборонной верификацией, он меняет, что с Византии прошло на Русь миновитое право. То есть он некогда раз посылается там на привидеи, королев, великих князев, а потом скажет, что яны только подтвержали твое право, какое прошло на Русь разом с вращением с Византии. То есть оно больше старожительное, чем тое право, и в этом есть больше, и есть верит князко-витовски. То есть прошло международное право, и надо также про то, что Константинопольский патриарх, для его на часу, выступая как таки гарант правого русского народа разом с королем. И нам посылается, что это фиксуется у подверженных королями управления. Я вам благодарен за реплику, вы совершенно правы. Вы не хуже, наверное, и лучше меня обладаете этим вопросом, именно письменное следие. Но я расскажу, отвечу на вашу реплику. Во-первых, да, действительно, подчеркиваю, что польские короли и великие князи литовские, они подтверждали вот эту Константинопольскую юрисдицию киевской митрополии, или, как он использовал термин, русская церковь, с одной стороны, и ссылался на привилей и так далее, или на то, что восточным патриархам они позволяли приезжать на территорию Речи Госполита, это уже свидетельство о некоторой лояльности. При этом он действительно и будучи православным, и будучи внеатом, здесь не было большого изменения, отмечал, что с принятием христианства Русь приняла от Византии не только веру, но и, по крайней мере, как я помню, богослужебные, значит, богослужения и духовные книги. Значит, ну, про право сказали. Ну, хорошо, не буду, опять-таки, задерживать нас. Можно дальше говорить? Пожалуйста. Спасибо огромное, Таня Анатольевич. Есть ли еще вопросы? Это чудовно, что у нас обнарковали по милетию с Матрицкому, а я назвал Полоцкий, но я, наверное, только формально будем сказать. И милетия с Матрицкей, как человек выходит с Волыни, да, выказывает учебу полы, это той частки украинской церкви, в белорусской герархии приняла целиком все епископы, будем сказать так, и Пинский там, и митрополит Рогоза, и Батик Патей, и, значит, приняли это. Это была позиция украинской церкви и фактично позднее уже фактично и Басыльянина делились на две провинции, чтобы на вот погляды были разные у той части белорусской церкви и украинской церкви, которая являла одину церкву, уже униатскую. Кому я не веду это не характеризуя, будем касать так, интеллектуальную ситуацию на территории Доларуси, поглядя в ЕСМО-АНГЛИСКО. Хорошо, можно ответить. Очень быстро. Да, на самом деле, ну, отчасти вы правы, но не совсем с вами согласен. Все-таки он не один год, а довольно продолжительное время это титул имел архиепископа Полоцкого, раз. Во-вторых, это титул давало определенную легитимность, вес, авторитет его словам, как полениста, это два. В-третьих, он все равно определенное влияние на православных тех же палачат имел. Хотя его жизненный путь с Волынью сильно был более тесно связан, в этом действительно вы правы, но, опять-таки, то ли его рассматривать как архиепископа Полоцкого или выходца с Волыни, и так далее, без разницы. Он все равно был, естественно, частью той полемики, если мы сравним с другими авторами того времени, конца 16-го, начало 17-го века. И при этом, как вы сказали, украинская церковь, белорусская церковь, это на самом деле не очень справедливое деление, хотя понятно, что те же киевляне, они там, имея тесные контакты с казаками, не имели такой конъектуры в положении дел, как, например, в Вильно. Там немножко совсем другая система, другая отношение. Вот. И при этом украинской и белорусской церкви тогда такого деления не было, поэтому, ну, это очень относительно. При этом, я согласен с вами с тем, что нужно учитывать то местоположение, в котором он писал определенное сочинение, и в этом плане украинские исследователи иногда в кавычках грешат, когда его плотно пытаются связать только с Украиной, а с остальным как-то его оторвать. Это неправильно. Нужно широко на веществе. Спасибо. Спасибо.